Делимость электрического заряда, электрон. Вам уже известно, что для объяснения тепловых явлений необходимо знание о молекулярном строении вещества. Возможно ли с помощью представления о молекулярном строении вещества объяснить явление электризации? Известно, что в обычном состоянии молекулы атома не имеют электрического заряда. Следовательно, нельзя объяснить электризацию их перемещением. Если же предположить, что в природе существует частица, имеющая электрический заряд, то при делении заряда должен быть обнаружен предел деления. Проделаем следующий опыт. Зарядим электроскоп. Рисунок 38. А затем при помощи металлической проволоки соединим его с другим незаряженным электроскопом. Рисунок 39. Как только проволока коснется шариков обоих электроскопов, то половина заряда первого шара перейдет на второй. Это значит, что первоначальный заряд поделился на две равные части. Если к первому электроскопу, на котором осталась половина первоначального заряда, снова присоединить незаряженный электроскоп, то на нем останется 1 четвертая от первоначального заряда. Таким же образом, каждый из этих разделенных зарядов можно снова поделить на две равные части и так далее. Существует ли предел деления заряда? Не может ли получиться заряд такой величины, которая уже не поддается дальнейшему делению? Чтобы ответить на эти вопросы, пришлось провести еще более сложные опыты. Дело в том, что оставшийся на шаре электроскопа заряд становится таким малым, что при помощи электроскопа его обнаружить невозможно. С этой целью для отделения заряда на маленькие порции его передавали не шарам, а маленьким крупинкам металла или жидкости. После чего измеряли заряд, полученный на этих маленьких телах, который оказался в миллиарды миллиардов раз меньше, чем в рассмотренных нами опытах. Но дальше определенной величины заряд разделить не удавалось. Это позволило предположить, что существует заряженная частица, которая имеет самый малый заряд, который разделить невозможно. Существование мельчайших частиц, имеющих наименьший электрический заряд, было доказано многими опытами. Такие опыты проводили советский ученый Абрам Федорович Иоффи и американский ученый Роберт Меликен. В своих опытах они электризовали мелкие пылинки цинка. Затем заряд пылинок меняли и вычисляли. Так поступали несколько раз, при этом заряд оказывался каждый раз другим. Но все его изменения были в целое число раз, то есть в 2, 3, 4 и так далее, больше некоторого определенного наименьшего заряда. Этот результат можно объяснить только так. К пылинке цинка присоединяется или от нее отделяется только наименьший заряд, или целое число таких зарядов. Этот заряд дальше уже не делится. Частицу, имеющую самый маленький заряд, назвали электроном. Электрон очень мал. Масса электрона равна 9,1 умноженное на 10 в минус 31 степени килограмма. Эта масса примерно в 3700 раз меньше массы молекул водорода, которая является наименьшей из всех молекул. Электрический заряд – это одно из основных свойств электрона. Нельзя представить, что заряд можно снять с электрона. Они неотделимы друг от друга. Электрический заряд – это физическая величина. Она обозначается буквой Q. За единицу электрического заряда принят кулон. Эта единица названа в честь французского физика Шарля Кулона. Электрон – частица с наименьшим отрицательным зарядом. Его заряд равен минус 1,6 умноженное на 10 в минус 19 степени кулона. Электрон – это шутбон. Электрон – это тжик